всем привет блендер 281 продолжаем изучать программу смотреть что она может погнали так подопечный у нас в этом ролике будет именно лизун охотники за привидениями вот такой персонаж и давайте ему добавим движение заходим и находим курвы и находим патч именно путь здесь вот он уже появился нужно перейти или табуляция в edit mode или нажимаете на вот эту вкладку и находите здесь edit mode мышкой щелкайте вот такая появилась курва вот делаем больше и выставляем 7 на нам паде можно нажать нам пад это под правой рукой по калькулятор и теперь находим мов находим вершину и вот так все это дело вытягиваем к верху вот таким вот образом немножко можно еще вот так вот вытянуть чтобы она мягче была ну и конечный путь вот этот конечный путь можно с помощью е английского вот так вот чуть-чуть под завернуть все курва сделано давайте теперь заходим в обзор мод опять же можно использовать так клавишу и семерку на нампаде нажимаем перекручиваем вот эту с помощью транспоза курву вот таким вот образом вот так и подтягиваем ее именно к центру жмем единицу на нампаде и немножко все это дело так перекручиваем колесико зажимаем крутим верхнем смотрим что тут да как вот такая штукенция так теперь можно вот эту вот курву немножко сверху убрать вниз давайте попробуем зайдем в edit mode и вот так нажимаем на вершину и жмем g немножко ее так вот мягенько уводим вниз можно вот эту еще немножко приподнять а вот вот эту g английском можно чуть еще оттянуть так ну и чтобы она более-менее так плавно уходила вот так ее можно поставить чуть-чуть за вихрением смотрим что да как вот такая получилась курва единица на нампаде и немножко опять же транспозом ее можно подкрутить зайдя в object mode вот так вот щелчок левой кнопкой мыши вот такая штука получилась нормально еще немножко ее edit mode вот эту часть можно опустить g английская нажимаем и немножко вниз ее чтобы она вот так уходила так ну все подготовка закончилась смотрим что тут еще можно сделать так пока камеру отключим источник света отключил чтоб не мешал заходим в object mode нажимаем на персонажа с или бокс у кого если включим транспоз убрать его и shift зажатый на курву нажимаем жмем alt так пардон жмем control и жмем follow патч движение по пути и теперь вытягивать эту окошку и жмем play или пробел вот вы видите что лизун движется нужно теперь прописать ему первый кадр так или нулевой жмем английская а и и жмем теперь лок рот перемещение и движение и вращение пардон и и теперь пишем последний кадр вот так вот раз девяносто второй немножко колесиком перекручиваем смотрим где он что он как вот так где то вот таким вот образом на него нажимаем и транспортом немножко давайте его перекрутим и вот так вот поставим чуть-чуть боком вот так все это будет конечный кадр жмем а и английская и лок рот телек бокс все путь прописан 97 кадров ставим вот в этой вкладке and финальный фрейм пишем 97 97 и жмем enter лишнее убираем вот эти кадры которые не нужны ну и надо теперь его немножко так сказать подкорректировать смотрим как он движется перемещаем ползунок вот этот вот до этого кадра здесь нажимаем на него и чуть-чуть транспортом вот так вот перекручиваем можно еще немножко его вот так перекрутить чтобы более-менее динамично было и жмем а и лок рот и продолжаем тоже самое смотрим где он вот на верхней точке он опять голову закидывает нужно его опять выделить и немножко перекрутить опять же транспортом вот так вот и немножко вот так теперь жмем а и и лок рот погнали дальше вот так здесь мы его немножко тоже control z закинем вот таким вот образом жмем а и лок рот и погнали дальше так это он тут начал что-то шкодить это уже тут проблема наверно в курсе но ничего мы его сейчас опять подкрутим и посмотрим как он будет себя тут вести а а и и лок рот жмем дальше вот так вот пошла перекрутка здесь здесь тоже его выделим и попробуем и тут его перекрутить вот так так а и лок рот погнали дальше на эту точку смотрим что как его развернуло по кривой так control z снимаем выделение щелчок левого кнопка мыши и немножко его опять подкручиваем опять жмем так выше чуть его приподнимем а и лок рот мы погнали дальше опять он тут хочет утонуться не дадим на него опять нажимаем немножко подаем вперед и немножко еще подкрутим его вот так вот раз и вот так еще раз и немножко в эту сторону так вот оп а и лок рот вот погнали дальше здесь можно ему ты тут петлю оставить прыжок типа будет вот так вот так вот вот так вот 맞아요 ну и там опять лок рот крючка нету прыжок уходит теперь сюда вот так ну мы тут его подкорректируем вот так и вот так перекрутим и опять лок рот смотрим и сальто в конце пусть останется так оп или нет давайте уберем уже делать так делать вот таким вот образом повторяем прописку лок рот мы смотрим что получилось вот так он движется здесь вот переход и прыжок ненормально так вот такая получилась штука можно еще попробовать немножко эксперимент ради эксперимента покрутить именно и посмотрим что происходит вот так так еще немножко наверное прыжок все-таки уберу так а его крот смотрим дальше вот так уход у него хороший будет красиво а и так целик бокс ну вот уже прикольно и на этом кадре тоже наверно ликвидировать этот казус так все лизун настроен следом давайте посмотрим как ему прописать чтобы камера его снимала камера это 0 на нампаде вот так она на него смотрит включаем теперь видимость камеры она вот она и немножко ее можно подкорректировать опять же транспозом немножко вот так можно и даже немножко припустить и немножко приподнять 0 на нампаде и и немножко еще кверху 0 на нампаде вот начальная стадия хорошая все теперь нужно именно привязать камеру к персонажам заходим вот в эту функцию обжиг констейнт находим этот обжиг констейнт добавляем именно так слежение трек ту и ставим теперь слежение именно персонаж вот у меня лизун камера опускается вот такое положение не бойтесь минус z нажимаем и у здесь вверх нажимаем именно y так теперь 0 на нампаде включаем play пробел и вот увидите что камера следит за лизуном вот так прикольно нужно еще немножко камеру подкорректировать немножко транспозом припустить припустить вот так ставим начальную стадию так на первый кадр и ставим вот эту функцию нажимаем на нее уменьшаем немножко качество чтобы меньше следила за персонажем чуть-чуть где-то вот так и жмем и английскую вот она прописалась следом ставим допустим на конечном или вот на этом месте вот так вот сверху чтобы следила вот вот с этого момента ставим единицу теперь полностью и ставим и прописываем все прописано вот она все тут есть так теперь что еще можно сделать опять смотрим возвращаем на нулевой на первый кадр жмем select box убираем транспоз и жмем 0 смотрим теперь как это все выглядит и вот так все это красиво уходит в никуда так ноль на нам паде следом можно камеру еще поднастроить чтобы она двигалась за так вместе с персонажем давайте посмотрим где то вот этот кадр вот так так теперь нажимаем английскую и и жмем локация следом транспозом все это дело передвигаем где то вот сюда вот так и кадр вот здесь вот его поставим вот сюда вот на 78 и поставим где то вот сюда и нажимаем теперь опять же английскую и и жмем эволейт вот это эволейт ну давайте посмотрим что происходит вот камера теперь смотрит на персонажа и так же уходит движется вот такая прикольная штука жмем 0 на нам паде жмем пробел и вот камера уходит в другой бок и конечно уже снимает из другого ракурса вообще классно как теперь сохранить вот эту анимацию заходим именно вот функцию вот эту называется она output properties колесиком мотаем здесь есть output нажимаем на папку и находим тот путь куда сохранять допустим на рабочий стол жмем применить и теперь выбираем формат файл формат выбираем mpeg файл или ави файл RGB это цвет color BV можно включить можно RGB также можно здесь уже потом поднастроить свет включаем включаем допустим вот источник света заходим в add и находим так лифт и включаем вот есть солнце есть источник point света именно фара или как светильник называется ну вот давайте солнце включим и теперь G английское перенесем солнце где-то вот в это положение и вот здесь его поставили вот так вот также можно продублировать солнце это шрифт D и вы и поставить его вот тут вот по пути прям чтобы следовало подсвечивало его с одной стороны вот такая штукенция так нажимаем 0 смотрим пробел все работает все движется все прикольно путь можно еще дальше делать как-то его извивать можно другого персонажа ставить там ходьба допустим чтобы он ногами двигал и шел вперед ну такие у него возможности так ну и сохраняем теперь все это дело находим рендер и жмем рендер анимации высвечивается вот такое окошко сейчас все это дело прогонит и в конце ролика я уже вставлю результат этого рендера все всем пока до свидания